22 июня я на тропе с таким посылом и я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно почитал ваши отзывы высказывания вопросы советы начну с татьяны витамины витамины минералы дело это конечно хорошее когда витамины минералы это так сказать тепличные условия жизни который тем не менее дает свой результат когда были вот узнаны человечество то что существуют витамины минералы и ученый который там был близок к этому вот он узнал их важности роли значит соками себя различными значит поить экспериментировать соками различные там заболевания и соковая терапия свежевыжатые соки он сам прожил до 101 года прекрасно вот но повторю это тепличные условия когда человек создает вот вокруг себя такое что может снабжать это одно допустим другой вариант когда вот тепличных условий нет взять нашего георгия сытина а наоборот ранение несовместимые с жизнью и человек восстанавливает себя не с помощью витаминов и минералов свежевыжатых соков в то время у нас вообще такого не было с помощью чего с помощью работы с образно-волевыми настроями то есть со своим сознанием как вам это вот тут сразу напрашивается вопрос а вот если соединить одно с другим то возможно это даст результат если такая возможность есть вот ряд ряд врачей они таких знаменитых они все искали как бы сказать такие узловые моменты которые способствуют продлению жизни ты каждый по-своему это трактовал ну сейчас и начнем возьмем мечников он он сказал что вот болгарская палочка то которая нормализует микрофлору в кишечнике способствует продлению жизни что вот как бы через нее идет укрепление иммунитета всего организма и предложил метод пейте вот кисломолочные напитки с этой болгарской палочкой пьем напитки добро здоровец а так кто у нас залманова возьмем залманова алексея о котором недавно и рассказывал а значит а вот если препараты сделать с урины беременных женщин то он также способствует умоложению повышению потенции и продляет как бы жизнь в творческую жизнь добро здоровец а что интересного дохожу рассказываю и значит для этой цели вот он начал эксперименты с уриной придумал этот препарат который использовал который дал прекрасные результаты по всем отношениям доброе здоровье спасибо хорошо прохладники искупались да по всем направлениям по каким исследовались так то у нас еще физиологически полезное голодание обосновал сурыноваковича ракелян причем это надо не от обычно там надеянном человеке или еще что то то есть статистику сложновато от отследить а вот когда начались эксперименты над животными где там стада тысячи голов тысячи голов там кур несушек овец там коров и прочее были подвергнуты физиологически полезному голоданию так вот согласно статистике был получен достоверный материал о том что это весьма успешно работает так суреноваковича ракелян прошли далее у нас идет караваев виталий караваев что он на своем собственном примере показал на лечение других людей что то о чем он говорит а именно сохранение и поддержание постоянство гомеостаза внутренние среды организма работает на все сту процентов все это работает то есть важно поддерживать внутреннюю среду организма которые клетки работают на самым лучшим для организмом для организма уровнем для этого он использовал травы с ощелачивающими свойствами хотя можно заметить вот смотрите народ стал путаться ощелачивающие свойства организма потому что организм сам стремится к закислению и в то же время на голоде происходит закисление организма которое также приятно действует вот чем парадокс интересный таки это дело доброй здоровьицы то есть значит караваев травы далее у нас идет бутейка константин павлович который говорит что для того чтобы жить долго счастливо и здорово необходимо повысить концентрацию углекислоты в организме что именно концентрация углекислоты в самой клетке в самой клетке позволяет этой клетке работать на полную мощь то есть те ферменты которые ведут все эти там реакции они наиболее активно и эффективно действуют при определенной концентрации углекислоты в клетке то есть в растворе в протоплазме так называемый ну естественно там будет и концентрация углекислоты повышена значит будем говорить и в межтханевой жидкости и в крови лимфе во всем это бутейка добро здоровься то есть то есть это те люди которые как бы более менее глобально смотрели что надо сделать с организмом для того чтобы чтобы значит эффективно и коренным образом улучшить его состояние то есть все остальные но не либо этим вопросом вообще не занимались либо же либо же подходили просто там надо какие-то там им задачи было решить свои да и все те или иные если их не провоцировать то они и не будут это это жена одну любит немцы она говорит что мол эти немцы они как раз хозяина охранять вот допустим ротвеллер он мол территорию охраняет а этот значит он охраняет хозяин наконец стоит вспомнить и чижевском уникальном человеке который помимо всего прочего придумал лампу чижевского добывать как это было преподнесено добывать витамины из воздуха то есть производить аэро ионизации что вот вот эти воздуха будем дышать и будем жить долго счастливы и не болеть вот такая интересная вещь то есть люди в этом направлении работали старались обосновывали применяли на самих себе добывались результатов и вот все это многообразие учения человеке желательно изучить разложить по полочкам узнать механизмы действия и далее применять самому себе можно применять и здравоохранение некоторые вещи применяются рассказывать об этом для широких слоев населения ну как то вот так вот хотя хотел сказать несколько об ином но потихонечку моя мысль была уведена в сторону вчера я отвечал на ваши вопросы и сделал такой пример который по моему не вошел он не вошел в эти ответы которые назвал 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 трагедия джаксона там немножко меня зацепили но я им так сказать развернуто ответил что чё и как так вот так вот так вот так вот так вот я там привожу пример ледокола огромной машины с большим запасом прочности которая ходит во льдах ломает лед там метр полтора два суровейших условиях находится и хоть бы хны то есть здесь и корпус должен быть хороший прочный качественный силовая установка там атомная такая что надежно работала безопасная навигация и масса другого оборудования вот и все это мы видим ледокол идет вот это машина это все можно применить примерно к человеку вот это машина смотрите красиво как она работает вот это великолепно вот и в то же время смотрите все это ясно и понятно ну все начинается как бы сказать с чего начинается этот ледокол этот ледокол начинается с мысли инженеров которые начинают проектировать самые лучшие материалы там самое лучшее там установка самое лучшее все-все-все-все-все все-все-все-все и проект только раз отлично пошел все работает но если смотрите на стадии проектирование будут внесены какие-то ошибки ну вот думали так это лучше будет оказывается она не так то что у нас возникает то все вот это вот хорошо задуманное творение изготовлено из качественных материалов начинает сдавать какие-то сбои в зависимости от ошибок внесенных это могут быть какие-нибудь недоразумения могут быть серьезные какие-то последствия вплоть до того что этот ледокол загорится взорвется или утонет и практика показывает что таких случаев было полным-полно так вот наше тело вернее наш организм вот лучше всего так наш организм начинает строиться с мыслительного уровня дается программа которая начинает воплощаться то есть выстраивает чертежи сначала чертежи да по которым начинает проектироваться и строиться внутренние органы тела весь организм в целом на уровне чертежи и если значит в этой программе появляется сбой какой-то то он естественно материализуется в то или иное отклонение некоторые говорят генетическое или еще там какое-то или еще какое-то но тем не менее отклонение это видно не на уровне мысли мы об этом даже не догадываемся оно видно уже вот какой-то ненормальный человек получается и самое интересное вот когда выстраивается вот это вот энергетический шаблон чертежи человеческого организма это начинается с уровня яйцеклетки все это программа разворачивается чертежики чертятся вот и по ним уже начинается постройка физического тела закладка органов и все такое так как это будет какой-то особый мыслительный процесс разворачивание информационного процесса на него на него не надо воздействовать подобными процессами какие-то могут быть процессы мыслительно волнительный процесс самой матери в первую очередь организм матери представляет вселенную в которой развивается будущий организм и то в каком оно настроение пребывает естественно все это вкладывается вот в эти чертежи влияет на них и потом могут возникать те или иные отклонения те или иные недочеты то есть здесь должно быть радостное приподнятое довольное состояние сознания будущей мамуньки и чтоб ее меньше кто волновал в этом периоде далее еще когда человек рождается то есть новорожденный он еще вроде бы сформировался ну и дальше начинает развиваться здесь также не нужен умственный умственный так сказать работа которая которая влияет на протекание опять-таки вот этих информационных процессов которые идут в самом организме то есть пусть он сформируется организм там где-то до года двух-трех потом начнет набирать и опять-таки чтоб ребенок был спокоен ну ладно вы примерно поняли о чем я толкую и вот теперь теперь понимая что организм строится строительство начинается с чертежей и эти чертежи у нас как образ некого организма у нас стоит они идут с самого первичного уровня построения организма и если мы влияем на них в хорошем смысле слова тем словом мы эти чертежи поддерживаем укрепляем что что внешне выражается и в такой моложавости не так стареем естественно здоровье хорошее если если можем поддерживать а в некоторых случаях даже можно лечение делать как георгий то начинает искажать нормальную программу работы организма то есть все начинается с чертежей раз идут искажения то через какое-то время начинаются эти искажения проявляться и на материальном теле на его физиологии на его работе в виде тех или иных отклонений недомоганий вот вам и начало психосоматических болезней вот даже с такого уровня я уж не говорю о том что это может там влиять естественно влияет на нервную систему на кривную систему и прочее она даже вот так вот влияет чисто чисто на распределение этих всех потоков потому что все наше тело сплошная энергия которая как бы сказать запечатлена и вот на эту энергию мы действуем свои энергии мысли как вам такой поворот и теперь вот исходя из того что я перечислил там Мечникова Бутейка Караваева Залманова и многих других вот становится ясным и понятным на какую полочку какой метод положить что он может делать вот Константин Павлович Бутейка он все негодует но это уже в свое время негодовал что уже 40 с лишним лет его метод который дает очевидные результаты никак в широкие массы не идет вот что мол тому что происходит в мире одна будем говорить причина это глубокое дыхание то есть человек раздышался но так как его нет ему уже вопрос этот не задашь напрямую а вопрос следующий ну хорошо глубокое дыхание человек раздышался а какие причины вызывает то что человек раздышивается почему становится глубоко дышащим то есть человек начинает дышать тогда когда он начинает волноваться а что его волнует а почему его волнует какие причины его волнует что уже как следствие развивается глубокое дыхание вот они ни с того ни с чего возникло подумайте над этим а тут как правило как правило это эмоция в переводе означающая волнение то есть какое-то сообщение какая-то картина какая-то информация которая приводит к тому что вы ее воспринимаете таким образом что она начинает волновать и что она волнует первым образом волнует она энергетику вот из энергетикой волнуется уже дальше по цепочке начинает волноваться физиология физиология а где же та собачка у вас делает да дом осталось да дом осталось дом осталось дальше дальше свое волнение на мышцы мышцы напрягаются расслабляются ну человек задышал да и с дыханием не все так просто вот знаете мы вот как бы сказать вот человек знает как он знает про витамины он знает про минералы и этого ему так сказать достаточно он оперирует все вот это надо есть соки надо пить и так далее а тут как раз вот эти пранаеды раньше не было такого понятия как пранаед просто были люди которые не ели как это объяснялось в Индии они питались праной то есть энергией которая вот окружает нас и согласно учению йога ни о каком углекислом гасе ни о каком кислороде речь не идет там что вот это знаете то есть для них это все мелочь они смотрели вглубь проблемы расширяются легкие входит воздух то есть пространство увеличивается в котором имеется потенциал и жизненной энергией которую они называли праной и вот это вот прана как раз и заставляет человека там жить действовать вот а не столько там как вот кислород как говорят не столько там как углекислый газ то есть то есть прана они оперировали этим понятием поэтому вдох делается медленный плавный глубокий задержка дыхания чтоб это прана успела строится в наш организм это что же процесс обмена вам говорить вот далее на выдохе значит медленно плавно удаляется прана с пониженным энергетическим потенциалом который расходовался на жизнедеятельность организма и вот так они рекомендовали дышать повторяю ни о каком кислороде углероде углекисломазе речи у них не идет и вот это вот изменение объема изменение объема наших легких и позволяет именно за счет этого мы берем энергию это одно другими словами обращать внимание надо на суть проблемы а не на ее какие-то частные вещи в которых мы начинаем запутаться закисление ощелачивание кислород углекислый газ и что ж где ж чего ж начинать как делать витамины минералы так вот мысль несколько скользнула в сторону так были люди они и сейчас есть но их довольно таки мало на все человечество наверное 1 2 3 ну максимум наверное 5 людей на 100 лет которые действительно ничего не едят а некоторые даже по-моему и ничего не пьют все что надо все что надо как раз у них получается испраны и причем и причем они специально не дышат так чтобы это дышали специально мы накапливаем раны они просто живут у них так настроен уже организм по-другому настроен как машину можно настроить знаете там на одни обороты можно настроить на другие обороты можно настроить еще там как-нибудь так точно и у них настроено это по-другому вот никаких витаминов минералов и тем не менее здоровой жизни в некоторых случаях у нашей женщины Зинаида Баранова даже органы пищеварения атрофировались за ненадобностью ну по крайней мере она так рассказывает и я доверяю ей вот там всякое бывает вот то есть получается что можно обойтись без многих прибамбасов без очень многих и если внимательно внимательно присмотреться к развитию человеческого организма начиная с яйцеклетки что мы увидим то есть вот она яйцеклетка совершенно иной организм нежели мы сейчас ну совершенно ну в ней нету ни рта ни легких в ней нету ни желудочно-кишечного тракта даже сердца нету но тем не менее это наша жизнь на том этапе и на том этапе мы питались мы питались и росли очень быстро кстати росли используя совершенно иные механизмы как вам это здрасте 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 подумайте над этим так вот вот существуют будем так сказать методики существуют средства которые позволяют уже вот этот организм вернуть на ту стадию когда мы начинаем из окружающего пространства брать все что нам надо для построения тела при этом не используя вот то что надо тут для нашей жизни а это в первую очередь дыхание это пищеварение и как орган стоящий между дыханием и пищеварением чтобы все это как-то распределялось и окислялось это система кровообращения ну и далее выделение вот смотрите как интересно то есть наш организм вообще-то усложняется с той простоты которая у него была и я немножечко там мыслями закончил вот все мы считаем хотя это давным-давно известно что мы питаемся там пищей питаемся тем питаемся всем Чижевский говорил да мы будем энергию и витамины брать из окружающего пространства с помощью вот этой вот его лампы а в чем тут фишечка так сказать почему он об этом говорил да потому что в конце концов если мы смотрим что же происходит в клетке в клетке происходит расщепление субстрата так называемая вообще окислительно-восстановительной реакции с использованием свободных электронов то есть есть они значит все это дело движется нет их все это дело стало и почему он предлагал именно вот это то есть видите сколько таких вещей а мы с вами как раз находимся в океане энергии во вселенной которая сама по себе является живым живым образованием и ее потенциал жизненный энергетический намного больше что мы просто-напросто берем это ну это мое мнение у вас может быть свое мнение я излагаю свое мнение чтобы эту энергию с повышенным потенциалом так называемую прагну используем для того чтобы жить и и легкие расширяются сужаются а роль кислорода и там углекислого газа с позиции уже если правильно она там вообще какая-то минимальная мизерная то есть мы в океане энергетическом его берем и в основном механизм с помощью которого мы можем взять это вот как на уровне яйцеклетки это программа мышления то есть вот на уровне яйцеклетки она как раз разворачивается наиболее мощно и облучая там окружающие жидкости своими энергиями она позволяет тем самым и взрослому организму когда он как-то ее будет использовать как это дело залмана получить мощный такой обновляющий импульс именно обновляющий который ведет к тому что куча недомоганий и болезней основанных на пониженной энергетике исчезает и вот теперь к чему я веду речь это как некоторые говорят гоняться за ту или иной болячкой и как-то ее там это подавлять уничтожать гнобить вот чтоб она вас так сказать не доставала либо же либо же повышать свой энергетический потенциал начиная с умственного уровня как говорили тибетцы да вообще духовные представители Востока что у нас несколько тел тела одно питается физической пищей праническое тело питается воздухом в котором находится там прана а вот самые там высокие тела самые высокие тела находящиеся на творческих уровнях откуда как раз идет построение человека его жизнь зарождается разливается родничок то там находится понимаете там питается это тело возвышенной радостью это как только возвышенная радость у нас начинается такое переживание так и начинается вот это питание вот чему я наконец таки и вывел всю эту речь свою благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч